Спецкорреспондент Фридома Ева Николаевичвили нам расскажет. Ева, приветствуем тебя. Расскажи, пожалуйста, как происходит процесс восстановления. И это тот процесс, который ждет все украинские города, которые будут освобождены от оккупантов. Приветствую. Коллегия Мощен действительно очень сильно пострадала. Пострадало село, пострадали дома. И вы можете увидеть, на самом деле, здесь разрушены, здесь попадали практически в каждый дом. Здесь пострадал практически каждый дом. С 24 февраля сюда сбрасывали бомбы. Обстреливали просто с разного вооружения, которое было на балансе вооруженных сил России. Вы можете увидеть, что здесь везде какие-то фрагменты и шифера здесь, и бочки какие-то валяются. Сейчас даже сложно вот этот дом, это даже не дом, то, что от него осталось. Мне даже сложно описать, какие здесь разрушения. И вот я, например, не совсем понимаю, это был жилой дом или это был сарай или гараж какой-то. Потому что все практически уничтожено. И таких домов здесь очень много. Стреляли здесь, как я и говорила, с разного вооружения. И вот вы можете увидеть, что здесь до сих пор есть какие-то фрагменты ракет. Они валяются по всему Мощуну. Здесь вы можете увидеть даже есть воронка. Скорее всего, именно от этого снаряда, который вы только что видели. И то, что нам рассказывают местные, это то, что зашли россияне сюда практически 25-26, они уже были здесь. И они обстреливали просто все дома. Очень много разрушений. Мы общались с местными жителями, которые пострадали дома. И они сейчас даже им сложно описать, сколько будет стоить это восстановление. Сколько нужно будет вложить и времени, и денег, и сил для того, чтобы восстановить. Мы видели и фрагменты и отградов, и фрагменты от РПГ. Здесь заходили с самого начала, с 24-25 февраля, заходили ДРГшники, которые проверяли здесь все. Мы видели, что ходили по домам, заходили в дворы. Мы видели и каски, которые пооставались от русских военных. Мы видели и какие-то разгрузки от их бронежилетов. И вот вы можете увидеть, что вот такие вот коробки, это то, что пооставалось от домов. И таких домов здесь много. То есть около 90% пострадало домов. И еще там много таких, которых просто стерли под ноль. Которые нужно, ну не то, что жить там невозможно. Все это же заходить на самом деле страшно. И здесь просят быть на самом деле очень аккуратным. Потому что до сих пор может быть и какие-то растяжки, и могут быть и то, что после себя оставляют русские. И все это видели уже неоднократно. Поэтому я прошу людей быть аккуратными. Здесь вокруг леса. И туда нельзя заходить. Потому что там можно найти очень страшные предметы. И это может быть очень опасно. Что же касается мощуна по восстановлению. Здесь уже восстановили газ. Здесь сейчас идут работы с электричеством. Для того, чтобы дать людям свет. Потому что сейчас они, некоторые живут на генераторах. Кто может себе позволить купить. Кто-то кому-то помогает. Но в большинстве здесь нету света. Здесь даже связь ловит с перебоями. Из плюсов то, что сейчас уже пустили маршрутки. И люди некоторые могут доехать сюда, чтобы хотя бы посмотреть, что сделали русские военные здесь в Мощуне. И Мощун, это на самом деле его, я не скажу, что чудом. Потому что удержали. Потому что то, что сделали украинские военные, это удивительно. Они все герои. Они сдерживали, здесь сотня украинских военных сдерживала несколько тысяч россиян. И они их сдержали. И благодаря этому, на самом деле, они не продвинулись дальше. Не продвинулись в столицу. Поэтому те, кто здесь был, у нас все украинские военные герои. Но те, кто был здесь, они просто спасли Киев. Они остановили это продвижение. В любом случае, сейчас Мощун восстанавливается. Мощун будет оживать. Сейчас ходит уже комиссия, которая заходит в каждые дома и смотрит, сколько нужно будет денег на восстановление. Поэтому люди приезжают для того, чтобы показать свои дома, посмотреть комиссии, сколько нужно выделить денег на восстановление. И работы продолжаются. И даже сейчас я вижу, что работают коммунальщики, которые восстанавливают электричество. Коллеги. Ева, спасибо тебе огромное. Восстановление украинских городов, которые временно находились под оккупацией, продолжается. Оно набирает обороты, означает жизнь продолжается. И Украина непобедима. Это первое. Второе, с днем вышиванки. У тебя потрясающая вышиванка. Супер. Спасибо. Спасибо, коллега. Ева Николашвили рассказывает о восстановлении.